МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в гостях начальник отдела организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Тверской области Таламбасова Анна Александровна. Здравствуйте! Здравствуйте! И заведующая поликлиникой Государственного бюджетного учреждения здравоохранения областная клиническая больница Невская Наталья Михайловна. Приветствую вас! Здравствуйте! Напоминаю, мы в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по номеру 3190 и задать вопрос по обсуждаемой теме. И для начала давайте обсудим, что же такое диспансеризация и для чего она нужна. Спасибо большое, что выбрали тему. Тема очень актуальна в настоящее время. Профилактическим мероприятием, профосмотром и диспансеризацией уделяется особое внимание со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации, со стороны нашего здравоохранения Тверской области и на особом контроле в правительстве Тверской области. Что такое профосмотр? Начнем. Профосмотр – это комплекс обследований, который направлен на раннее выявление заболеваний, состояния и факторов риска. Диспансеризация – это те же самые обследования, комплекс обследований, куда уже вход профилактический осмотр, профилактический осмотр, и также направлен на раннее выявление профилактику, но он уже будет более подробный, более углубленный в зависимости от возраста, в зависимости от состояния пациентов в настоящее время. Хотелось бы что добавить. Диспансеризация уже проводится в нашей стране примерно где-то более 10 лет. И что это такое? Это комплекс медицинских мероприятий, которые направлены на сохранение здоровья населения Российской Федерации. Что в это понятие входит? В это понятие входит сохранение здоровья, значит, работоспособности, то есть снижение инвалидизации населения, снижение смертности и повышение, естественно, уровня качества жизни. И цель, главная задача диспансеризации – это выявление на ранних стадиях неинфекционных хронических заболеваний, а также факторов риска у человека, которые могут способствовать появлению этих заболеваний. А каких заболеваний? Ну, которые несут самую большую инвалидизацию. То есть это болезни системы кровообращения, сахарный диабет, и, естественно, чего мы больше всего болимся – это онкология. И вот что бы хотелось, вот чему посвящена эта передача? Нам бы хотелось бы, как представителям региональной медицины, необходимо, чтобы у нашего населения сформировался осознанный подход к своему здоровью. Что такое осознанный подход? Это бежать в больницу не тогда, когда уже наяву вся симптоматика заболеваний, зачастую бывает поздно помочь и требует больших материальных вложений со стороны государства, затрат со стороны семьи, со стороны человека, и, опять же, не всегда результат лечения бывает хороший. А осознанный подход – это когда человек должен больше уделять профилактике. То есть регулярно проходить профилактические, мероприятия, которыми является диспансеризация, углубленная диспансеризация и профосмотр. Спасибо вам большое. И давайте определим, где жители региона, то есть Тверичане и жители других регионов, могут пройти диспансеризацию. Значит, на территории Тверской области 46 у нас медицинских организаций, которые участвуют в оказании первичной медико-санитарной помощи, проводят профилактические мероприятия. Это, значит, наши центральные районные больницы в каждом муниципальном округе, это городские поликлиники. Также подключена у нас областная клиническая больница. Отмечу сразу, что не имеют прикрепленного населения, но у нас уже были внесены изменения в 2023 году, что пациент может проходить профилактические мероприятия в любой поликлинике на территории Тверской области. Не надо быть прикреплен к этому поликлинике, то есть он может быть там командирован, где-то находиться в Тверской области. Мы даже принимаем и иногородних принимаем. Поэтому где удобно, там пациент может проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Также у нас есть РЖД-медицина, которая частное наше негосударственное учреждение, и ФБА наши, Удомля, Редкина, Солнечный. Тоже у них есть свое прикрепленное население, также там можно пройти профилактические мероприятия. И сразу же остановимся, что у нас есть еще мобильные комплексы, мобильные бригады сформированные. Бригады у нас сформированы на базе областной клинической больницы, также бригады сформированные в конце, в ноябре-декабре мы отрабатывали с городскими нашими медицинскими учреждениями. И выезжали в область, выезжали в отдаленные районы. Это комплекс включает в себя маммограф, флюорограф, ФАПы у нас есть, отдельно флюорографические установки есть. Поэтому выезжаем. Наталья Михайловна подробно расскажет, у них была даже командировка в длительное, в Торопецкий муниципальный округ. Да, но мы вернемся к этому чуть позже. Давайте поговорим о том, как записаться на диспансеризацию. То есть какие способы? Ну, в принципе, существуют разные способы. Во-первых, человек может записаться, обратившись непосредственно в свое лечебное учреждение, куда он прикреплен, или вот как перечислили, где проводится диспансеризация. Непосредственно в регистратуру. Очередей никаких нет, человек будет принят и, соответственно, направлен. Далее, через колл-центр регистратуры. То есть надо узнать номер колл-центра регистратуры. Далее, через службу 122. Активно служба 122 помогала в записи. Очень много человек было записано. Причем они дают и информацию по прохождению диспансеризации. То есть большое спасибо. Потом у нас еще существует наша на региональном уровне электронная регистратура. Это Метрег Тверь. Ну вот, то есть там можно записаться, туда расписание выкладывается. Ну и через портал госуслуг. То есть все вот такие вот доступные методы. То есть записаться можно в любом формате. Да, кому как угодно. Кому как угодно. Еще сразу остановимся на службе 122, чтобы наши жители Тверского региона тоже знали. Могут обзванивать, приглашать на диспансеризацию. И потом они также обзванивают, как они посетили, прошли профилактические мероприятия, что понравилось, какие трудности были, с чем столкнулись. Для обратной связи нам, для Министерства здравоохранения Тверской области, понимать, что улучшить, что подправить. Поэтому жители также 122 обзванивают и узнают, как они сходили на профилактические мероприятия. То есть служба 122 работает в этом плане у нас активно. Да, давайте теперь поговорим, какие документы нужно при себе иметь человеку, который пришел пройти диспансеризацию. Документы паспорт, полис. Больше документов нет. Если, конечно же, у пациента есть хронические заболевания, он об этом знает, конечно же, взять с собой выпуски, все, что есть по обследованиям, конечно же, это приветствует. Ну, это всю медицинскую документацию, да. Всю медицинскую документацию. Чтобы как-то более полно, чтобы там ему врач-терапевт объяснил, как-то направил, чтобы врач-терапевт имел уже какое-то представление о здоровье пациента. Конечно, это будет лучше. А так паспорт, полис, и этого будет достаточно. И желание пациента, да. И желание, самое главное, желание пациента. Пусть он выберет удобный для себя день, удобное время. У нас один день работодатель для работающих граждан, работодатель предоставляет один день. В календарном году один день для прохождения профилактических мероприятий. Оплачиваемый день, да. Это все законодательство у нас отработано. Поэтому надо выбрать удобный день, прийти в организацию медицинскую. Ну, конечно же, лучше заранее. Потому что, чтобы вы пришли с утра натощак, то есть вас уже, да, чтобы желательно ждали уже, да. Поэтому паспорт, полис, больше ничего не надо. Да, с этим все понятно. То, что условия упростили, это, конечно же, большой плюс. А сейчас у нас перерыв на рекламу. Не переключайтесь, мы вернемся после. Мы вернулись с рекламной паузы, и у нас звонок в студию. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Подскажите, вот у меня такой вопрос. Могу ли я пройти дистанциализацию в поликлинике рядом с работой, но при условии, что я к этой поликлинике не прикреплена? Да, конечно, можете. Мы только что сейчас сказали, что никаких препятствий нету, надо с собой. Ну, лучше, конечно, может быть, заранее записаться, чтобы вам было удобно, чтобы вы знали, что вы должны подойти на голодный желудок. И с собой взять полис и паспорт, и вам никто не откажет. Даже лечебное учреждение заинтересовано, чтобы у него больше народу прошло диспансеризацию. Спасибо вам большое за этот ваш ответ. И давайте поговорим про, изменились ли условия диспансеризации в 2024 году. Ну, насчет 2024 года, в принципе, все диспансеризация проходит по той же схеме. Есть приказ нашего федерального министерства здравоохранения, номер 404, и, в принципе, он также продолжает действовать. Что изменилось? Это, естественно, изменилось года только. Потому что диспансеризация проводится один раз в три года. И начинается с 18 лет, и, соответственно, дальше идет. То есть в этом году получается, что под диспансеризацию попадают следующие года. 2006 год, и дальше пошли через три года. 2003, 2000, 1997 и так далее. Это до 40 лет. После 40 лет человек каждый год имеет право пройти диспансеризацию. Также еще есть декретированные группы населения, которыми являются участники Великой Отечественной войны, участники ветеранов боевых действий, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники конслагерей. Они также имеют право пройти диспансеризацию ежегодно. Если человек, опять же, повторяемся, если человек не попадает, его возраст под прохождение диспансеризации, он имеет право ежегодно пройти профилактический осмотр. В принципе, это та же диспансеризация, только немножечко меньше объема исследований. То есть немножечко, так сказать, та же диспансеризация только в таком усеченном виде. Опять же, если при профилактическом осмотре что-то выявится, то уже отправиться на дальнейшее обследование лечения и получится уже такая же, уже как углубленная диспансеризация. Давайте напомним, что входит в обследование у женщин и что у мужчин, какие мероприятия. Значит, ну, в первый этап диспансеризации что входит? Вот прямо перечисляю по пунктам. Первое, опрос или анкетирование. Это, конечно, важно. То есть человек сам отвечает на вопросы анкеты и уже тут можно, что зачем нужно для выявления факторов риска. Чтобы уже врач-терапевт видел, какие факторы риска и какие могут быть проблемы со здоровьем данного человека. Далее, измерение роста веса окружности талии и, соответственно, индекс массы тела. Потом измерение внутриглазного давления. Далее, определение уровня холестерина и уровня глюкозы в крови. Далее, определение сердечно-сосудистого риска. То есть риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Измерение артериального давления. ЭКГ и флюорография. И далее, в зависимости от возраста, в основном, это уже после 40, это онкоскрининги. К которым относятся у мужчин. Это определение уровня простатоспецифического антигена, так называемой ПСА, повышение которого указывает на то, что не все в порядке с предстательной железой, и вплоть до того, что, может быть, даже развивается онкологическое заболевание. Кровь берется из вены, то есть совершенно без... Ну, немножко болезненно, конечно, но, так сказать, терпит. Обычный забор крови. Обычный забор крови. А у женщин это маммография один раз в два года, но тоже по определенным возрастам. И обязательно у женщин входит осмотр гинеколога и мазки на типичной клетке. То есть, опять же, онкология, это онкоскрининги, что очень важно. То есть, это первый этап диспансеризации. И заканчивается первый этап диспансеризации, консультация терапевта по итогам полученных анализов. И определение факторов с рекомендациями. И далее, что? И если какие-то отклонения в анализах выявлены, дальше уже наступает. То есть, человеку предлагается пройти второй этап диспансеризации. И там он включает уже перечень обследований в зависимости от того, что у человека выявлено. Если, соответственно, повышен ПСА у мужчины, значит, ему будет рекомендована консультация уролога. Вот еще не сказал, еще онкоскрининг, это кал на скрытую кровь. Да, после 40 лет. Кал на скрытую кровь и единственный возраст, 45 лет, должны все пройти и ГДС. То есть, естественно, онкология желудка и заболевания желудка. Если выявляется кровь в кале, то, значит, соответственно, патология кишечника. Значит, дальше идет обследование колоноскопии. Если проблема, там что-то выявляется на маммографии, соответственно, акшер-гинеколог, маммолог. Если при флюорографии выявляется какая-то патология, что-то дальше предлагается пройти более такое, ну, углубленное обследование, это компьютерную томографию легких. Ну, и, соответственно, если выйдет что-то там, проблема с давлением еще, то, соответственно, невролог, кардиолог, вот эти врачи. То есть, и уже дальше, потом уже второй этап опять заканчивается консультированием терапевта и далее уже определяется, что с данным человеком делать. Или он ставится на диспансерное наблюдение в своей поликлинике, ему даются рекомендации, и там определенные лекарственные препараты выписывают. Или даже он направляется на стационарное лечение. Ну, или, соответственно, если, не дай бог, у кого-то будет выявлена онкология, значит, тогда человек направляется, соответственно, к врачу-канкологу. Вот так вот. Есть что-то, может, добавить? Нет, все подробно. Наталья Михайловна все подробно рассказала. Хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы считаете, с какого возраста необходимо проходить диспансеризацию? Это же все как бы с 18 лет, потому что так все рассчитано. Там наши федералы, которые составляли приказ, там и учтено, что человек начинает с 18 лет. Сначала перечень обследования небольшой, потому что учитывается возраст, еще не накоплены какие-то риски, еще заболевания не появились. Поэтому перечень небольшой. Надо с 18 лет начать проходить, чтобы все последующие обследования, они как бы выстраивались в цепочку. У человека будут результаты обследования. И далее все это логично. То есть, если, например, он прошел 18 лет диспансеризацию, далее он проходит профосмотр. Следующая диспансеризация в 21 год. И так далее. То есть, это все как бы звенья одной цепи. Нельзя вот так вот. То есть, это неправильно будет. Не совсем правильно, если, например, ой, вот я прошел 45 лет, а потом, ах, все и забыл. Бросил, все. Нет, все выстроено. Там определенный возраст предусматривает определенный перечень обследований. Поэтому все логично. Слово люди чаще всего пренебрежительно относятся. Ну да, конечно. Или прошел, забыл, потом через 5 лет пришел, потом какие-то эти потерял все свои обследования. Ну что, это уже совсем неправильно. Неправильно. То есть, это комплекс, это профилактические мероприятия. Это для нас уже, можно сказать, для врачей, для медработников это будут профосмотры, либо диспансеризация. Для пациента главное прийти ежегодно, прийти в медицинскую организацию для прохождения профилактических осмотров. А уже специалисты знают, кому что, какие анализы, какие обследования взять, направить куда. То есть, самое главное, чтобы наши жители Тверской области обратили внимание на свое здоровье. И в первую очередь, проще всего сделать профилактику, на что мы говорим, заболевания. Профилактику. То есть, после того, как человек пройдет профилактический осмотр, диспансеризацию, как Наталья Михайловна сказала, будет уже терапевтом дано заключение. Да, здоров, но обратите внимание на то-то, то-то. По диете, по спорту, по питанию, по образу жизни. Если какое-то выявлено заболевание, там, начальной стадии, самое главное, мы начинаем вовремя лечение этого заболевания, и мы сразу же проводим профилактику осложнений, на что самое главное надо обратить внимание. То есть, есть заболевания, да, там первая стадия, там уже артериальная гипертензия, да, небольшие повышения цифры артериального давления, но мы знаем, что гипертоническая болезнь имеет много-много осложнений, вот, и поэтому мы в начальных стадиях заболевания начинаем профилактики, то есть, поэтому ждем ежегодно наших жителей, в наших медицинских организациях. Скажите, пожалуйста, для каких профессий диспансеризация обязательно? То есть, есть перечень профессий? Ну, в принципе, диспансеризация, она не связана с родом деятельности человека. Даже если и домработница, или вот пенсионеры, самое главное прийти и пройти. То есть, с профессией абсолютно не связана, абсолютно не связана. То есть, только с желанием? Только с желанием, да. Давайте продолжим, какие заболевания на ранней стадии можно выявить с помощью диспансеризации? Давайте, да, маленько по статистике проговорим. За 2023 год Тверской области у нас прошли 563 370 человек. Из них 182 234 – это дети. Они ежегодно у нас проходят профилактические осмотры и определенную группу диспансеризацию. И 383 136 – это взрослое население Тверской области. И сейчас вот хочется обратить внимание на цифры, которые я буду говорить. У 120 тысяч выявлены факторы риска. Примерно. То есть, у 120 тысяч населения имеют факторы риска к какому-либо неинфекционному заболеванию. Это довольно-таки большие цифры. Это я говорю по взрослому населению. Болезнь системы кровообращения около 67 тысяч человек выявлена. Болезнь системы кровообращения и артериальная гипертензия, и стенокардии, нарушение ритма. Сердечной недостаточности. Сахарный диабет у нас лидирует тоже. 11 тысяч, около 11 тысяч жителей Тверской области в результате профилактических осмотров диагностированы проблемы по сахарному диабету. По органам дыхания около 7600 у нас получилось. Такие вот примерные цифры. И основное, на что хочу обратить внимание, это онкологические заболевания. То есть выявлено уже около 3000 из этих вот взрослого населения, про которое 383 тысячи мы сказали, около 3000 выявлено онкозаболевания. И половина из них первая, вторая стадия. То есть мы уже начали лечение, обследование, и уже пациенты получают ту необходимую медицинскую помощь, которая нужна им для нормальной жизни. И все можно остановить. Потому что на первых стадиях все легко поддается лечению. Ну вот по статистике у нас вот такие цифры. То есть сказать, что просто пришел, ничего не выявлено, нет, конечно же. Выявляемость есть. И призываем наших жителей Тверской области прийти к нам для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Самое главное, часто у пациентов присутствует такое мнение, что я еще молодой, здоровый, меня ничего не беспокоит, зачем я пойду на диспансеризацию. Но вот лично по опыту своего лечебного учреждения, вот мы участвовали активно в 2023 году, вот реально, реально, вот как Анна Александровна сказала, сахарный диабет, совершенно молодые, здоровые мужчины. Вот у нас было, наверное, у нас прошло порядка 120 случаев, причем как-то мужчины в основном, занимающиеся спортом, такие подтянутые, и именно на диспансеризации были выявлены очень высокие уровни глюкозы в крови. То есть там реально сахарный диабет, и совершенно люди ничего не подозревали. Также у женщин проблемы были выявлены с шейкой матки. Слава богу, на ранних стадиях конкретно рак мы такого не выявили, но предраковые заболевания дисплазии были выявлены, и, соответственно, женщины были направлены к специалистам, то есть фактически пройдут лечение, будут знать свою проблему, будут держать руку на пульсе, и мы не получим онкологию. Причем женщины все тоже достаточно молодые, у нас было очень много выездной работы, поэтому это работающие люди, это активные люди, и совершенно ни они не заинтересованы, ни мы как медики, ни государство не заинтересованы, чтобы у них были какие-то запущенные формы онкологии. Потом были случаи, флюорографию проходили, направляли потом на компанию заболеваний легких. Один случай был, туберкулеза выявлен, тоже мужчина совершенно ничего даже не замечал, и вообще для него было открытие, конечно, и очень был удивлен, но тоже пошел к специалистам, и сейчас вот такое бывает, совершенно благополучный мужчина. И было два случая тоже онкологии легких. Но все выявляется именно при профилактических мероприятиях, в основном все-таки это на более ранних стадиях. То есть человек ничего не чувствует, и приходит, и вот раз. Для многих, я говорю, что многие, конечно, воспринимали это с большим удивлением. Да, это, конечно, очень важно. Расскажите, пожалуйста, что такое группа здоровья? Ну, группа здоровья, скажем так, для пациентов это, скорее всего, не особо и важно. Это в основном больше важно для медиков. То есть по результатам прохождения диспансеризации определяется группа здоровья. Ну, их как бы три. Третья делится на А и Б. Ну, первая группа здоровья – это фактически здоровые люди, которые не имеют никаких хронических заболеваний, и риски у них, которые способствуют возникновению этих заболеваний, они минимальны. Ну, в основном это молодые люди, ведущие здоровый образ жизни. Вот. Эта группа не особо большая. Вот вторая группа – это более обширные. Вот. Это люди, которые пока еще не имеют хронических заболеваний, но очень имеют высокие риски. Ну, даже хотя бы возьмем, например, женщина-домохозяйка, у нее, например, избыточная масса тела. И курит она. И уже это достаточно высокая группа риска. Естественно, мы как медики понимаем, что не бывает таких чудес, что вот эта женщина будет дальше, 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 и у нее ничего не появится. Нет. Скорее всего, она будет иметь артериальную гипертензию буквально в какой-то период. Вот это вторая группа здоровья. То есть здесь уже врач-терапевт, который проводит диспансеризацию, уже более приступно даются советы, проводится консультирование по образу жизни. Ну, даже какие-то лекарственные препараты. Может к какому-то специалисту человеку направляться. Ну, опять же, на второй этап он может пойти. Вот. И третья А и Б – это в основном там уже люди имеют не только факторы риска, факторы риска в том числе, но уже имеют и хронические заболевания. И уже там они ставятся, я уже говорю, направляются или на лечение, или ставятся на диспансерные наблюдения, и даются уже конкретные рекомендации. Ну, это, я говорю, это больше для медиков. В принципе, для пациентов это не очень важно. Это просто так, для информации. Спасибо большое. У нас звонок в студию. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Вот смотрите, я работающий человек. Хочу уточнить, хочу пройти диспансеризацию, и должен ли работодатель отпустить меня для того, чтобы я прошла диспансеризацию? Или это не предусмотрено никак? Спасибо за звонок. Да, в начале мы нашего разговора проговорили, может быть, немножко четко. Вы даже можете пройти диспансеризацию. Работодатель вас отпускает на один рабочий день. Этот день оплачиваемый. И еще сразу же, раз вопрос про работодатели у нас задали, то мы отрабатываем с предприятиями, с образовательными учреждениями выездные формы проведения профилактических осмотров и диспансеризации. Бригада выезжает на предприятия, флюорограф-момограф приезжает в машина, забор крови, специалисты, КГ, все проходит на местах. Это очень удобно и для работодателя, и для сотрудников, для работников организации. Я хочу дополнить, что, в принципе, у нас лечебное учреждение работает по субботам. Это для работающих граждан проводит диспансеризацию по субботам, потому что все понимают, что многие работают, некоторые работают даже каким-то вахтовым методом, поэтому по субботам диспансеризация ваших поликлиник, куда вы прикреплены, проводится. Пожалуйста, уточните в своей поликлинике. И давайте обсудим, как быть, если в поликлинике отсутствует нужный специалист либо оборудование для определенного обследования. Ну, в принципе, в этом ничего страшного нет. Это конкретно, ну, так сказать, проблема администрации поликлиники, проблема администрации лечебного учреждения. Если что-то, какой-то специалист или оборудование отсутствует, то, во-первых, всегда администрация может заключить договор с другим лечебным учреждением, пригласить необходимого специалиста. И насчет оборудования, насчет оборудования, если, например, передвижный мобильный комплекс, естественно, у нас имеют не все лечебные учреждения, но, опять же, заключается договор, и передвижный мобильный комплекс на какие-то незапланированные, соответственно, приезжает в данные лечебные учреждения. Далее, по анализам, по анализам у нас тоже в регионе вопрос решенный. Если вдруг отсутствует какое-то лабораторное оборудование, или, может быть, даже оно есть, но оно сломалось, в нашем регионе, в центре имени Аваева, в городе Твери, у нас есть централизованная лаборатория. То есть заключается договор с централизованной лабораторией, и все анализы, которые входят в прохождение диспансеризации, и профосмотры, и углубленной диспансеризацией, все делает центр Аваева наш. Причем делает на очень хорошем оборудовании, качественно. То есть вопрос тоже решен. Поэтому пациенту не надо беспокоиться. Это вопрос администрации лечебного учреждения. То есть в случае чего его перенаправят в другое учреждение? Не его. Он придет туда, у него все возьмут на месте. А просто это решает администрация, то ли делать на своей базе, то ли отправить другое, то ли там оборудование. Это все решает администрация? Нет, таких случаев не было, чтобы... У нас все медицинские организации оснащены. Для профилактических осмотров и для диспансеризации все есть на местах. Поэтому тут проблем нет. Если второй этап диспансеризации, то опять же в Министерстве здравоохранения нашим региональным разработанным маршрутизацией. Например, компьютерные томографы имеют не все лечебные учреждения. Но у нас все маршрутизация. То есть, например, предположим, благое. Естественно, компьютерного томографа нет. И не положено там быть. Но у нас есть вышний волочок, где имеются два аппарата. То есть пациент направляется туда. То есть все прописано. Если вдруг что-то нет, то я имею в виду, тут больше даже важно для второго этапа диспансеризации. Для первого в основном есть все в больницах. А второй этап диспансеризации, соответственно, будет направлено туда человек, где есть это какое-то более технологическое оборудование. Да, это тоже упрощает для обычного посетителя задачу. Расскажите, каким образом завершается диспансеризация? Значит, диспансеризация завершается конкретно консультированием врача-терапевта. И далее либо просто происходит консультация, либо по желанию пациента могут быть выданы анализы. Ну, в принципе, и сейчас не особо распространено, но может заполняться паспорт здоровья. Такой бумажный вариант. То есть где все вписываются, все результаты прохождения, все рекомендации вписываются. То есть что у человека остается. То есть паспорт здоровья – это документ, куда вписываются все результаты. Да, да, да. Но это не обязательно. По нынешнему этому не обязательно. В общем, могут быть выданы просто анализы. Могут быть анализы вклеены в амбулаторную карту. Самое главное, что должна состояться беседа заключительная с врачом-терапевтом, где все это должно быть, как так говорено, указано. А так по желанию пациента. В цифровом формате это тоже есть? Ну, где-то на обуслугах, может быть? Да. Чтобы в случае чего человек... Да, ну, мы активно, регион начал работу в системе БАРС. Это единая информационная система. Там, в принципе, ну, пока не все лечебные учреждения, но также вот этот модуль диспансеризации, там все заполняется. Это единая информационная система, откуда информация может попадать на портал госуслуг. Может быть, пока еще не совсем отлажено, но в будущем, я думаю, что все это будет, все человек будет в своем личном медицинском кабинете на госуслуг, все может наблюдать. И на следующий год, когда он придет уже в системе БАРС, уже все будет. Ведь пусть он не придет к этому даже, терапевту, там, да, не в эту медицинскую организацию, но на территории Тверской области к любой медицинской организации он обратится, и уже это будет видно анализы, обследование, что он проходил, уже врач будет знать. Поэтому мы и рекомендуем накапливать свои обследования ежегодно, чтобы уже складывалась картинка о состоянии здоровья. Более четкая картина. Расскажите, в чем разница между диспансеризацией, углубленной диспансеризацией и профилактическим медицинским осмотром? Вот по каким-то критериям. Углубленные диспансеризации, ну, профосмотры мы уже проговорили, да, профилактический осмотр, диспансеризация включает тот же самый профилактический осмотр, плюс дополнительные по возрасту обследования, а углубленная диспансеризация проходит пациенты, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. Для них специально разработано Министерством здравоохранения Российской Федерации перечень обследований, что надо пройти, кто перенес коронавирусную инфекцию. А что в него входит? Ну, в него, значит, что входит. Значит, первый тоже и второй этап углубленной диспансеризации. Значит, первый этап, это первое такое слово, которое и население наше все узнало, сатурация, то есть насыщение крови кислородом, это первое. Потом спирография или спирометрия, то есть это работа легких. Далее клинический, а, тест шестиминутный с ходьбой, с нагрузкой тоже смотрится. Далее это клинический анализ крови, биохимический анализ крови полностью. И дедимер. Дедимер. Дедимер это такой показатель, который показывает риск развития тромбоэмболических осложнений. Кто более знаком, с коронавирусной инфекцией там этот риск очень велик, потом нарушается вот эта свертывающая система, поэтому этот показатель дедимер обязательно включен. И последний это флюорография. Вот. Это первый этап. Второй этап, если какие-то отклонения будут выявлены, естественно, идет компьютерная томография легких. Далее УЗИ, ультразвуковое исследование вен нижних конечностей. Это важно, потому что зачастую, если у человека повышенный дедимер, где чаще всего тромбы образуются. Это в основном вены нижних конечностей, которые зачастую вот и бывают варикозно расширенные, и вот, поэтому делается УЗИ вен нижних конечностей. И далее еще эхокардиография, то есть УЗИ сердца. Вот такие вот, такие достаточно, ну, такой вот углубленной диспансеризации. Тут, конечно, обследование достаточно, скажем так, высокотехнологичное, информативное, информативное. Ну, естественно, потому что все, ну, как бы, все уже были погружены в эту информацию. Коронавирусная инфекция, после, во-первых, перенесенная может вызвать постковидный синдром. И я думаю, что многие наши зрители, может быть, даже его и переносили. И, как сейчас показывает практика, что отражается на многих системах органов, то есть не только легкие страдают. Вот, например, даже по своим наблюдениям зачастую у людей, например, выявляется сахарный диабет, когда совершенно, как бы, человеку ни рисков не было, ничего не повышенного там веса, ничего, и вдруг переболел коронавирусной инфекцией, ниоткуда ни возьмись, выявился сахарный диабет. И ряд других заболеваний, ревматологические, то есть болезни сыдительной ткани, вдруг откуда-то берутся, то есть проблемы с суставами. Ну, и ряд других, потому что мы еще, может быть, даже и, вот, может быть, медики еще и не обладают информацией, каким последствием, вот, может приводить перенесенная коронавирусная инфекция, особенно тяжелая ее форма. Вот, поэтому, как бы, тоже, поэтому-то она и была введена углубленная диспансеризация, вот, в связи с коронавирусной инфекцией. Опять же, задача нашего правительства, чтобы население максимально оставалось здоровым. Вот. И завершается углубленная диспансеризация, так же? Так же, да, терапевт, да, 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 всеми рекомендациями. Всеми рекомендациями. Сколько по времени занимает? Ну, давайте я расскажу. Значит, вот мы, областная больница, у нас нет приписного населения. Поэтому, в основном, да, в основном, вот, мы, как бы, проводили выездную диспансеризацию на предприятиях нашего города, вот, и даже области, вот, и сразу скажу, что, когда выезжает бригада, которая уже работает долго, слаженно, подготовлена, когда уже заранее работодатель подготовил списки, то есть всю бумажную работу мы проводим на своей базе, мы выезжаем уже со всеми направлениями, на анализами, с подготовленными картами. И самое главное, мы видим, когда нам подготовлены списки, мы видим возрастной состав коллектива, то есть какие возраста, кому что надо сдать, потому что я говорю, что там по-разному, когда люди после 40 лет, в основном, это будет большой перечень вот, обследований. Далее видим, так сказать, распределение мужчин и женщин, и, опять же, мы тоже это рассчитываем. И, в принципе, вот, когда вот это все подготовлено, и хорошая бригада работает, и когда коллектив тоже хорошо идет, то мы засекали у мужчин где-то 40 минут час, у женщин, конечно, у женщин, ну, гинеколог, естественно, там чуток подольше, это где-то полтора часа, вот так, полтора часа, ну, максимум два часа. Естественно, людям это очень удобно. Тут даже работодателю не надо на целый рабочий день людей отпускать, а они со своего рабочего места подошли, прошли и вернулись на свое рабочее место. А потом обычно выезжает врач-терапевт с результатами анализов уже, и там консультируют, и человеку выдаются анализы. То есть, очень удобно, мы очень благодарны, где мы проводили диспансеризацию, где администрация предприятий откликнулась и организовала, надеемся, на дальнейшее сотрудничество. Вот, потому что, опять же, мы самое главное не сказали, диспансеризация, это полностью бесплатно и проводится по полюсу ОМС, потому что работали с предприятиями, сразу там начинаются вопросы, а сколько мы должны заплатить, уважаемые работодатели. Все это проводится по полюсу ОМС, то есть, для администрации абсолютно, предприятий абсолютно это не затратно. И просто, ну, как бы, чисто вот такие затраты, то есть, надо подготовить помещение, вот, да, то есть, чисто, да, организационные какие-то там такие, провести какие-то определенные мероприятия. В 23-м году мы отрабатывали данные вопросы, предприятия, руководители предприятий, еще раз говорю, образовательных учреждений, они с нами работали, они уже все это знают. Да, было много удивлений, что это бесплатно, тоже такие вопросы и в министерстве нам звонили, а это бесплатно, абсолютно бесплатно. Руководитель предприятия выходит в любую, может, обратиться организацию, которая находится рядом с его там, да, с предприятием на территории недообслуживания, в любую организацию может обратиться руководитель, к заведующей поликлиники. Никто не откажет, только все будут рады приехать и посмотреть сотрудников на местах. И также мы и студентов, и учащихся смотрели, поэтому очень удобно от работодателей только требуется, как Наталья Михайловна сказала, помещение и список, потому что по списку работать очень удобно. Есть список, понятно, уже возраст, мы понимаем уже, что надо сделать, подготовят заранее, медицинские работники подготовят заранее уже выписка всех анализов, специалисты, все приехали, на местах отработали, и вот на удивление оказывается это совсем, да, короткий промежуток времени, абсолютно это короткий промежуток времени. И потом, когда уже все прошло, есть заключение, медорганизация провела анализы, все, есть заключение на каждого пациента. Также терапевты выезжают на место, и все сотрудники придут, пообщаются по очереди там с каждым, пообщались, рассказали, что надо сделать, какие профилактические провести моменты. Вот это с работодателями мы, конечно, ждем, чтобы они активно, год начался, 24-й, поэтому призываю жителей Тверского региона, призываю работодателей, профсоюзы должны подключиться, я думаю, образовательные все учреждения, давайте начнем уже 24-й год с профилактических мероприятий, поэтому мы готовы, все медицинские организации готовы, ждут пациентов, поэтому мы можем еще раз приехать к вам, либо приходите к нам. Ну вот по нашей областной больнице мы не только предприятия города, как бы вот осуществляли выездную работу, но были у нас такие пожелания, вот, например, в Торопце предприятие завод нетканых материалов, конкретно вот выезжала у нас бригада, причем работали мы там порядка 8-9 дней, работодатель даже обеспечил проживание наших сотрудников и даже питание, и все остались очень довольны, все остались и мои сотрудники, и работники предприятия, и был выезд в Андреаполь, то есть достаточно далеко на фаянсовый завод, ну там поменьше мы работали, два дня, и тоже обеспечили и проживание сотрудников наших, и все, в общем, остались довольны, все остались довольны, потому что, в принципе, это важно, да. Да, ну просто мы, собственно, хотим сказать, тоже зависит от администрации, если человек прогрессивно настроенный, он заботится о своих работниках, то, естественно, ничего не стоит, ну какие-то вот чисто организационные вот такие затраты, ну почему бы не провести, почему отказываются, если это бесплатно, за счет государства? Ну, я так понимаю, с маломобильными гражданами тоже такая же, да, ситуация обстоит, что вы выезжаете? Ну да, проблем нету, и выход на дом спокойно, может, и забор крови дома осуществляется, ну если действительно там уже совсем пациент, да, маломобильный, а требуется дополнительный, это госпитализация в стационар, и уже в стационаре будет полное обследование. Работаем с соцзащитой мы, выезжаем в социальные учреждения, наши бригады работают на местах в социальных учреждениях, проблем здесь вообще никаких нет, все отработано, все осмотрены, 100% у нас максимально, потом соцзащита помогает транспортом, вот, может помочь, то есть только надо согласовать, и на специальном транспорте человек, если передвигается, например, в кресло-коляске, то в кресло-коляске можно привезти, и у нас почти все, вот в городе лечебные учреждения оборудованы по программе «Доступная среда», то есть на кресло-коляске можно проехать по всем кабинетам, и везде все это доступно, все это без проблем. Это важно. У нас звонок в студию, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно ли пройти углубленную диспансеризацию, если заболел бессимптомно, ну или не сообщил о заражении? В принципе, да. Лучше, конечно, значит, первое условие, что должно пройти не менее 60 дней с момента перенесения заболевания, не менее 60 дней, лучше, конечно, чтобы все-таки медицинская организация знала, что вы перенесли коронавирусную инфекцию или там ваш родственник перенес, но даже если вот эти условия не соблюдены, все равно человек может обратиться в свою медицинскую организацию, куда он прикреплен, и, в принципе, вам отказано не будет, и пройдете углубленную диспансеризацию. Я думаю, стоит сказать еще раз о пользе и дать какие-то рекомендации жителям нашего региона. Призываем всех жителей Твери и Тверской области пройти профилактический осмотр, пройти диспансеризацию, пройти углубленную диспансеризацию с целью профилактики, с целью выявления заболевания на ранних стадий и с целью профилактика уже осложнений какого-либо заболевания. К работодателям я еще раз тоже обращаюсь. Мы готовы выехать к вам на места, организовать профилактические осмотры на ваших организациях, на ваших предприятиях. Обращайтесь в любое лечебное учреждение к руководителям, либо к нам в Министерство здравоохранения Тверской области, непосредственно в отдел организации медицинской помощи населения. В основном уже все предприятия знают нас, мы уже отрабатывали, 23-й год показал, что все это реально, все это возможно. Непосредственно можете обращаться в областную больницу. Мы к вам выйдем и осмотрим ваших сотрудников, ваших работников. Да, большое спасибо вам. Мы узнали, главное, что диспансеризация это бесплатно, можно пройти по желанию, записаться легко, а главное это недолго по времени пройти врачей и выявить, если какие-то есть моменты на ранней стадии, что очень важно и поддается дальше в процессе лечению. Спасибо большое. Что ж, наш эфир подошел к концу. Хотелось бы поблагодарить наших гостей за то, что они рассказали нам о пользе диспансеризации и условиях ее прохождения. А вас, уважаемые телезрители, мы призываем следить за своим здоровьем. Это была программа «Тема дня». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова